Здравствуйте, дорогие друзья! Такой вот выпуск, что есть анаболические стероиды, буквально короткие, потому что я замучился писать в комментариях. У нас, видимо, очень много специалистов по эндокринологии работает, по фармакологии, и, наверное, обычные врачи, и, как мне пишут, что учебники – это не показатель, да, обычные учебники по фармакологии и по, соответственно, внутренним болезням, наверное, тоже совершенно не показатели. Значит, что хотелось бы сказать. У нас есть группа препаратов, называемая анаболическими стероидами, и это все производные тестостерона. У женщин тестостерон выделяется над почечниками, у мужчин тестостерон выделяется в яичках. Также есть различные, соответственно, другие формы тестостерона, как бы его фракции, да, всем известная, наверное, на слуху фракция, которая образовывается под воздействием альфа-редуктазы, и вот у нас получается дигидротестостерон. Называется ведь по-другому, да? Называется не тестостерон, называется дигидротестостероном, уже там ДГТ. Вроде бы совсем другое, но он оказывает свое специфическое влияние на организм, и, соответственно, мы в выпусках других, ну, не буду повторяться, когда мы рассматривали каждый анаболический стероид отдельно, я уже это проговаривал, какие эффекты, да, препараты, связанные с ДГТ, оказывают. То же самое, любой другой, там, если вы возьмете нандролон, или вы возьмете, там, не знаю, триноболон, еще что-то, это все равно в каком-то смысле производная тестостерона. Это не, как вам сказать, это не какие-то, да, самостоятельные вещества, под которые был бы какой-нибудь там нандролоновый орган, условно, у вас отдельный, который вырабатывал бы вот только вот это. То есть, это все производное, то есть, и то же самое, как в случае, вот есть Д3, Д3 способен распадаться на своей фракции. Есть ферритин, у которого есть трансферритин, в итоге там есть, появляется железо, и целая цепочка, да, образовывается. Есть цикл Крепса. Если вы хотите, откройте цикл Крепса, посмотрите цепочка, как там аминокислоты между собой взаимодействуют и так далее, то есть, как это все превращается в АТФ. То есть, в организме нет такого, что какое-то вещество, да, на каждое вещество есть какой-то отдельный свой орган, да, или оно является каким-то изолированным, самостоятельным. Как правило, любое вещество подлежит множеству распадов. Вот оно попало, да, в кровь, и оно там дальше начинает распадаться, и эти метаболиты превращаются во что-то третье, оказывают какие-то третьи эффекты сторонние, там, как у дегидро, пример приведу, у дегидротосотрон там свои рецепторы, да, и он вот может оказать эффект конкретно на вызвать там андрогенную аллопецию, к примеру, плюс ко всему. Вот, а если мы блокируем работу дегидротосотерона, да, все, мы его сгасили, то мы видим, что вот эта стандартная форма, которая работает в виде чистого тостерона, она уже нам, да, не оказывает те эффекты, как дегидротосотерон, и, но работает как классический тестостерон, тут если очень коротко. Вот, поэтому я думаю, что вот эти споры излишни, да, если вы считаете себя очень умными, и, соответственно, вы считаете, что учебники вам не пример, что фармкомпании, которые все это исследуют, производят, тоже ошибаются, только вы умные, и какой-то ваш блогер, ютубер, там, какой-то такой же качок, который там выпускает видео про фармпрепараты, ну, смотрите своих качков, и для чего вы заходите на сайт, где настоящая наука, да, где не только я, но и мои коллеги, вот скоро выйдет там видео даже с гинекологом, и мы поговорим о употреблении там девушек, как девушки употребляют стероиды и так далее, обсудим немножко, поговорим на эту тему о тестостероне для женщин. То есть, ну, если вас это не интересует, если у вас свой мир, вы в нем замкнуты, для чего вы заходите к людям, чья, по сути, не только моя работа, но и многих моих коллег связана с ежедневной, да, реальностью, в этой реальности люди употребляют тестостерон, в этой реальности они получают очень много побочных эффектов от эстетерона, и мы снимаем это, чтобы в первую очередь тормознуть эти побочные эффекты, чтобы, ну, хотя бы, если вы решили для себя, что вы его принимаете, чтобы вы, да, сохранили репродуктивную функцию, чтобы это потом не повлияло на ваш уровень жизни, да, тем более не привело к какой-то инвалидизации, ну, вот. Зачем вы путаете людей в комментариях, да, призывая, что тот же нандролон, к примеру, это какое-то самостоятельное вещество, то есть, получается, оно к тестостерону и к анаболическим, судя вот по комментариям, оно даже к анаболическим стероидам, оказывается, нандролон не имеет никакого отношения. Это вот, ну, нандролон, дека, это дека, какой-то вот, это просто дека, ну, если так рассуждать, что это просто дека, а это просто лошадь, а это просто собака, вместе они просто животные, и разницы между ними совершенно никакой нет. Так что это получается. Вот, поэтому, дорогие друзья, будьте внимательны, опять же, открывайте учебники по внутренним болезням, там есть клинические рекомендации, там попадаются описания препаратов, у нас есть фармсправочники. Если вы спорите, пожалуйста, подготовьтесь к спору, то есть, если вы хотите оспорить и написать, что, допустим, нандролон – это абсолютно самостоятельное вещество, никаким производным тестостероном не является, откройте справочник, напишите мне справочник, допустим, там Муравьев за какой-то год, вот такое-то описание, или какой-то другой автор, неофициальный, да, являющийся академическим учебником, и вот тут написано вот так, что это совсем что-то другое. Ну, или формулу, я, конечно, не химик, но объясните мне как-то формулу, что там нет никаких признаков тестостерона, там даже формула, ну, вообще, у Сергея, совершенно другая, и не является вообще, ни один, только тестостерон может быть тестостероном, а дегидротестостерон – это уже не тестостерон, так что-то получается, то есть, ну, не является там никаких признаков, никаких следов от него тестостерона, молекулярных, получается, не осталось совсем, вот. Это совсем другое вещество? Ну, не знаю. Вот, понимаете, есть многолетняя история, и вы ее пытаетесь переписать просто. И самое печальное, что такие люди работают тренерами в залах, таких людей слушают в комментариях, и потом человек, который начинает употреблять препарат, ему сказали, ой, ты никого не слушай, это безобидный препарат, это же просто дека, она полезная, как витамин для костей, просто дека. Вот, это само слово просто, оно уже человека вводит в заблуждение, значит, последствий никаких не будет, это просто как вода, просто вода, вот, только польза, и все. Вот, и когда вы легко, так легко относитесь к препаратам, что это просто препарат, просто анаболические стероиды, да, вот, не вдумываясь, не читая вот таких исследований, не читая там огромные инструкции, которые описаны, да, информации по ним не собирая. Тем более, вы игнорируете, ребята, 10 лет с этим работают, но за 10 лет, я что, по-вашему, не знаю, как работает препарат, что ли, и о чем я говорю, вот, я 10 лет, вот, каждый день человек приходит, и я каждый день это пересматриваю. Ну, чё, ну, так смешно это просто. Вот вы работаете механиками, я же не прихожу, там, я не знаю, к вам куда-то на канал и не пишу, что вы двигатель неправильно чините. Ну, это забавно, это просто смешно, вы себя позорите этим и путаете людей, которые там в комментариях с вами общаются, и вы нахрена-то зачем-то им советы раздаете, что Нандралун Деканат абсолютно безопасен. Если бы он был абсолютно безопасен, он не был бы запрещен. Это важно, он бы не был запрещен. И нету ни одного анаболического стероида, который не требовал бы ПКТ. Это еще один наиболее частый комментарий, который я удаляю. Ой, Нандралун, он, в принципе, нормальный, если много не колоть, а много не колоть, это сколько? Если много не колоть, то можно и ПКТ не делать. Это как вообще? Нандралун, да просто, да любой, любой препарат анаболический нужно делать ПКТ. Так что я не знаю, напишите мне, напишите мне, как тогда, что это не производные десостероны, анаболические стероиды, а что это тогда? То есть, из чего это тогда еще сделано? Такие дела, дорогие друзья. Давайте думать вместе. Или, может быть, я тут ерундой занимаюсь, и после Деки действительно не надо делать ПКТ. Мы тут в шутки играемся какие-то. Не знаю. Пишите в комментариях, что с этим совсем делать. С вами был Доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok